Три месяца подрыхтовки и 11 претендентов на перемогу. На выходных вызначилося имя владельника титула «Мистер Гомель-2020». За боротьбой подчас финального шоу назирала Ганна Каральчук. Конкурс «Мистер Гомель» сегодня-то проходит на передаче дни самого мужчинского света. Дню баронцевой чины, тому и тематику, обрали ответную, герой нашего часу. Осилок, интеллектуал, пригожун о будущем компании, каким повинен быть мужчина 21-го стагодзя. Высветляем разом с удельниками и журой. Конкурс открыла визитовка, подчас которой можно было ближе познайомиться с финалистами. Студенты, инженеры, бариста, массажист, дорожный рабочий и помощник машиниста-тепловоза. Хлопцы во взрослых от 20 до 33 годов. Янатолинавитые, амбицийные, с почутем гумора и обовязково смелые, бо открыты новому и отважились выйти на сцену перед полной залой. Упевненности надала серьезная подрахталка до конкурса. Заставляли делать всякие нестандартные ситуации, чтобы мы максимально раскрепостились, и чтобы могли показать, что у нас внутри есть, что мы можем. А почувствуешь себя раскрепощеннее, свободнее? Да, знаете, оно очень сильно заставляет думать, задействуешь креатив, заставляешь себя думать, как обыграть эту ситуацию, что да, оно какую-то свою пользу приносит. Волнение есть, волнения нет, потому что как-то оно понимает, что нужно делать, но это не волнуешься, а волнуешься в том, что может что-то не получиться, что пойти не по плану. Ну как вообще готовы, повторяются там в голове движения? Да, только парюсь за свой танец, а в основном все оточено, только свой стиль нужно сделать хорошо, а в основном все оточено отлично. Далее удельники представляли свое домашнее задание, в образы, яке одлюстровывает их стиль, характер. Кто-то решил показать свою реальную роль, клопотливого батьки двух дочек. Иншие первоособились у Аньола, доктора-воротовальника, зорко-эстрады и навод казочных героев. У меня образ Робина Гуда, такой разбойник. Я думаю, каждый из нас в душе, если правильный мальчик, он хочет стать когда-то разбойником. И... После этого финалисты демонстрировали свой интеллект и отказывали на каверзные вопросы, например, об их ставлении до феминизма. Тут нужно было быть очень уважливым и дипломатичным, потому что жюри все лет были одни женщины. Зменили настрой, хореографический номер и выход топлес. Отрималась пригожая картинка. На сцене городского центра культуры хлопцы синхронно рухались, широко усмехались и гуляли мускулами. Апошний выход в элегантных костюмах и на реште подведение выникал. Призглядательских симпатий и титул мистер популярность по выниках интернет-голосования отримал помощник машиниста-тепловоза Денис Барабанов. Фитнес-тренер Владислав Ляшко стал вице-мистером. Первое место и шарик-пероможца достался инженеру по развитию бизнеса и чемпиону Беларуси Пакеа Кушенка Денису Мохорову. Очень много и нервов, и сил, и времени, поэтому все было не зря. Ты завтра на работу с Шарфом? Да я его снимать не буду где-то месяц. Всю неделю буду в нем ходить. А кроме гонорового титула хлопец отримал путевку у круиз по Скандинавии. Ганна Краечук, Александр Харламп, телерадиокомпания Гомель.